Продолжается турнир Мастерс. Шильтелхайм в окрестности. Страсбурга. Известен первый финалист. Им стал итальянец Марко Дзанетти. Но это был матч полный драматизма. О нем еще долго будут вспоминать. А теперь в этом полуфинале определится второй финалист. Ну, не знаю, какие тут шансы. Вот у Каудрона второй рейтинг мировой. Был он чемпионом мира. Был в финале вот этого турнира. И дважды в полуфинале. В прошлом году в финальную часть не попал. Восьмым остался. Учел 11 рейтинг. Хоть его появление в финальной части этого турнира достаточно неожиданное. Но 11-й мировой рейтинг говорит о том, что он идет в гору. Вот обращаю внимание на то, что у Фредерика была серия в 20 очков. Сегодня мы видели 16 очков в серию. Но вот на этом турнире было 20. У Каудрона, у Ясперса и вовсе 22 было. Кстати, Ясперса в своей группе обыграл Каудрон. Итак, мы в ожидании матча. На чемпионатах мира учу лучший результат был позапрошлом году 7 место. В прошлом году в Порто был он 19. Ну, а в прошлом году в розыгрыше этого турнира он был лишь 22. 22. А сейчас в четверке. Вот такой прогресс. Ну, что ж, давайте смотреть. Еще разомнется Фредерик Каудрон. И начнется... Нет, все, уже была его разминка. Значит, розыгрыш первого удара. Очень важный момент. И кто ближе подкатит к дальнему борту? У Каудрона хорошо рассчитан удар. Биток остается рядом с бортом. Но катится белый, белый ближе. Кореец будет начинать этот матч. Он вздохнул так перед ударом. Не вздохнул, а набрал воздух. А вообще в бильярде вот правильное дыхание очень важно. Ну, об этом сейчас не будем говорить. Начальный удар точен. Счет открыт. Для тех, кто впервые увидел эту разновидность бильярда безлузного, трехбортный бильярд или карамболь, скажу, что задача заключается в том, чтобы попасть в один из шаров, потом с использованием трех бортов попасть и во второй. Вот это уже дважды удалось. То есть, посмотрите, раз, два, третий борт и попадание в другой шар. Всю игру белый биток будет у корейского игрока, а желтый у Каудрона. Тут возможно попадание. Ну, смотрите, какое уверенное начало. Спокоен. Три очка со старта. Это очень хороший результат. Точно такое было начало Яспарса в предыдущем матче. Красный занял очень хорошую позицию. И на него идет биток. Будет четвертое попадание. Вот так старт. И все может еще получиться. Идет точно на желтый шар биток. И желтый остается около угла. Но блестяще. Сразу же серия в пять очков. И шестое очко. Ну, на этом турнире подобного начала не было. Был первый подход Занетти в полуфинале. Пять очков. Начинал-то Яспарс, три очка взял. Занетти пять. А тут шесть в первом же подходе. Как бы Каудрон не занервничал. А тут и шестое очко, возможно. Седьмое. Шесть-то было. Вот и я заволновался, потому что обсуждали мы тут на твиттере шансы. И я, честно говоря, ну не видел особых шансов тут у корейского игрока. И тут касание. Ну, а с таким началом 8-0. Корейский игрок выигрывал этот турнир в прошлом... Нет, в позапрошлом году. В позапрошлом году. Но в этот раз он не попал вовсе в финальную часть. Речь идет о Чой Сунгвоне. Он проиграл три матча из четырех. Ну, серия прервалась, но восемь очков. И нужно теперь отыгрываться Каудрону. Это непросто. И промах. Каудрону, сэву план. Чем ответит корейский игрок? Нет тут ничего похожего. Ну, пора открывать отчет Каудрону. Ну, и второй подход Фредерико не увенчался успехом. Красный на очень перспективной позиции. Но играть-то надо белым. И красный только мешает проведению качественного удара. Попасть-то в него было бы интересно. Но удар через шар надо делать. И вот смотрите, что делает Яйхочо. Он играет от бортов, потом надеется попасть в желтый, но не с той стороны попал. Третий подход Каудрона и с тревогой на него сейчас будем смотреть. Потому что такой мастер пока не набрал ни одного очка. Так, ну вот желтый разворачивается и похоже тут будет первое попадание. Счет открыл свой лицевой счет Фредерико Каудрон. Никак не могу обойтись тут без некоторого озорства, видя фамилию корейского игрока. Ну, так хочется сказать, что такое, типа, чё? Да ничего. А Каудрон тут фаворит матча. Ну, например, такую фразу. Когда еще я смогу такую сказать в эфире? Чё да ничего. Второе очко Каудрона. Как много бортов и такое точное попадание. Ещё одно. Красный так и стоит в самой лучшей, в самой выгодной позиции. И тут можно через длинные борта сыграть. Вот, вот, вот. Уже было три борта и попадание гарантировано. Так. Хотя нет, вот, два длинных было и нужен был ещё один борт. То есть, завёл правильно, так широко завёл биток, чтобы был ещё один борт. Было ещё два на самом деле. Вот тут сложно. Но и тут попадание. Вот, серия крупная. Для этой игры уже крупная серия. Ну, сегодня Марко Дзанетти дал пример, конечно, проявления воли к победе. Просто выдающийся. Он проигрывал. Я, по-моему, не договорил про тот матч. Он проигрывал 12 на 38. Потом, проведя серию в 16 очков и в следующем подходе 9, он даже до минимума довёл счёт. Вот, потом и сравнял его, вышел вперёд, 44-41 был перевес такой. А потом был счёт 49-49. И по три раза у каждого был удар на победу. Ну, и вот когда Дзанетти делал попытку, он попал случайно. То есть, та схема, которая была им рассчитана, не привела к успеху. Но биток столкнулся с другим шаром и пошёл на нужный шар. Это уже было после того, как три борта состоялись. В общем, вот такая была развязка. Но матч был великолепный. Всё в нём было. Драматургия, интрига, борьба. Девятое очко. И развязка при счёте 49-49 была очень неожиданной. Надо играть в свою игру, невзирая на грозного соперника. Вот второй хороший удар с использованием пяти бортов, по-моему. И двухзначный уже числом очков у игрока из Кореи. Тут тоже должно получиться. Обратил он на себя внимание довольно быстрым исполнением ударов. Вот сейчас не кстати он как раз задумался. Так в быстром темпе выполнял удары. Ну, не подтверждает сейчас он мои слова. Кстати, тут 40 секунд на удар даётся. И три раза можно брать дополнительное время, дополнительные 40 секунд. Шут обвинь. Шут обвинь. Аплодисменты. 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 плюс 5 у корейского игрокам а кодрон сократить доставание не смог пятый подход хороший коэффициент пока у я и хочу 275 тут хороший удар есть касание без перчатки играет корейский мастер в конце через финального матча он все же отдел перчатку но наверное по мире игры уже разогрелся может быть и чуть влажными стали ладони так бывает во время игры пока без перчатки и снова точно будет попадание вот 7 бортов шестой борт и седьмой от 7 бортов попал нужный шар но тут на коротке играет и будет еще один борт даже тут уже было попадание но здорово начал здорово первые 15 очков набрал за 5 инингов и продолжает свой подход тут тоже нет левее левее идет бетон но 4 очка в сумме 15 управляет эмоциями своими хорошо что характерно для азиатских игроков кадр он открыл счет сирии я надеюсь так что сирии нет серии не получилось пригодится и одно набранное очко минус 8 у каудрона но мы в уме держим то что но уж обязательно у каудрона должна пройти серия в 7 8 а то и в 10 очков так что отрыв пока не слишком большой и ничего не получилось тут у чо есть попадание не всегда попадание в шар приводит зачетному очку бывает что попадание стоялось а трех бортов не было но тут все вот третий борт как раз и попадание она второе трех бортов не та ли это серия которая говорил что мы держим ее в уме крупную серию 7 очков и больше а это попадет по моему нет только казалось еще не за эта серия 3 очка ну 6 было у каудрона в третьем подходе поэтому я говорю о серии 7 и более а чё продолжает набор очков интересный удар был с верхним винтом но и боковым боковые очень крутые винты дают тут порой вот сейчас тоже на полторы наклейки наверно центра сместил точку прицеливания эх не попал одиночным оказался выстрел может попадет да а и красный остается на довольно выгодной позиции но желтый еще лучше но желтый это биток каудрона им играть не получилось и так сделано уже по 7 подходов и корейский игрок я и хочу удерживает преимущество в 5 очков держится молодцом и и проверим вот раз-два и все нужно было еще дальний правый длинный борт схватить надо было так вот тут все точно до этого будут уже три борта белый хорошо расположен можно даже по левой стороне найти три борта что и делает каудрон тут даже винтов то особо не надо было главное точно было контакт первый найти вот тут крутой левый винт но обостряется борьба каудрон подтягивается в минус 3 уже у него и четыре последних подхода он набирал очки начинает разыгрываться поэтому корейцу держать ухо востро и желательно увеличить отрыв ой какой удар браво два борта шар борт и тогда только красный ну тут просто нет я-то думал по левой стороне вроде мимо идет я думал по левой стороне три борта но и надо было там тогда еще вот коснуться обязательно борта рядом с которым желтый стоит но более сложным ударом направлял биток на желтый гораздо больше было бортов не попал и увеличить отрыв не удалось теперь слово за каудроном а он точен ну и сейчас может фредерик свести свое отставание к минимуму уже минус 2 сказал и подумал получилось минимуму маленькая муму такое ну к минимуму как богат однако русский язык очень уверенно попал фредерик 16 17 я и хочу впереди но сейчас он может растерять преимущество если точен будет удар бельгийца сыграно очень интересно но не очень точно надо уходить в отрыв каудрон становится опасен и как и и и и и и и и и что у каундрона совершенно нет пустых заходов вот за последние 5 инингов как подходит к слову так обязательно набирает от 1 до 3 очков а тут нолик каундрон пытается сравнять счет и это ему удается 17 17 насколько точно все было исполнено а другой порядок бортов и не так пошел бы уже шар желтый в конце я имею ввиду там длинный короткий наоборот другую сторону тут все абсолютно точно вот впервые в матче лишь в десятом ининге вышел вперед фредерик каундрон еще нет нет 18 17 но без очков и на этот раз не обошлось два очка то взял каундрон 1 3 1 2 3 2 вот такая схема сейчас да что-то разладилась в игре чем так он на 17 очках остается а после пяти подходов было 15 после пяти а это был одиннадцатый то есть за шесть подхода два очка взял такая динамика конечно не позволяет рассчитывать на успех и седьмой подряд результативный подход у фредерико каудрона каудрона Плюс два у каудрона И нужно что-то тут делать Ну что делать Пару очков набрать И сравнять счет А что Еще есть надежда На попадание Так И красный В хорошей позиции После этого удара Ближе к углу сместился красный шар Думаю он и станет мишенью Ну хотя Желтый еще лучше расположен Ой Так смотрим, смотрим борта Потом в желтый и в красный Желтый есть, а красный Тоже есть, что за удар И 19-19 Но все-таки это игрок быстрый Все-таки думает он очень быстро Такой сложный вариант Он нашел Быстро И ни разу мы не видели Чтобы он оглядывался на таймер Может быть было разок И тут попадание будет И вновь достаточно такой Оригинальный удар Верхний винт Три борта там уже было Ну это более на стандартный удар Похоже, но точный удар Это главное Четвертый очко 21 на 19 21 на 19 До матча я высказывал опасения Что Может даже 30 очков Я и хочу Ну я Уже понимаю, что ошибался В своих предположениях Строились они На том, что Не очень убедительно Свой первый матч провел Этот игрок Ну а Каудрон Это Такой опыт Мастерство И сильно И сильно он сыграл У нас пауза Продолжается второй полуфинальный матч И вопреки ожиданиям Он оказался интересным 22-19 Впереди Я и хочу Провел он серию в 5 очков В своем 12-м подходе И вернулся в лидерство У Каудрона 7 подряд результативных подходов А вот и восьмой И чем он закончится Еще неизвестно Субботний вечер И Возможно Не лишним будет напомнить Нашей аудитории Что с понедельника Пойдет у нас Снукерная неделя На двух На обоих каналах На этом и на основном У нас будут репортажи С China Open Последний турнир Перед чемпионатом мира Последняя проверка сил Ну и сам по себе Турнир очень престижный Так Еще одно попадание Ну как же Вот после стольких бортов Можно попасть Почти в лоб Прицельному шару 22-22 И Объектом становится Красный шар Тут нет А еще один борт И да Большой мастер Каундрон Большой Но Ему навязывают Серьезную борьбу Каундрон вышел Вперед на одно очко Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Будет Будет Попадание Но два борта было Только два И на пяти очках Обрывается подход Восьмой Подряд Результативный подход Фредерика Каундрона Он впереди Чем ответит Чо Как правило Ой тут плохо Плохо Ушел уже Желтый шар И там было Столкновение С желтым Но Не было трех бортов Как правило Азиатские игроки Отличаются Ну Хорошим контролем Над своими эмоциями И Благодаря этому Они порой выбираются Из очень сложных Матчевых ситуаций Ну пока ситуация Не так сложна Но все-таки Соперник то Не кто-либо А Каундрон Титулованный игрок И начинает И начинает усугубляться Положение И я их учу После того Как Девятый Уже Результативный подход У Каундрона И это Мультиподход Потому что Уже не одно очко Набрано А два На двух очках Подход И завершился Нет Ну Такой Сири В девять Результативных Подходов Точно не было На этом турнире Ну Во всяком случае Вот в его Финальной части В плей-офф И с попаданием АПЛОДИСМЕНТЫ И тут касание было Вот все-таки Эти красные точки Они Очень помогают Вот По ним И можно было Судить О Наличии Касания Вот чуть-чуть Но Повернулся Шар Чоу Чоу Допон Спасибо. Нет, тут встреча шаров не произошло. Если повторить свой предыдущий подход. А, кстати, оборвалась эта серия Каудрона. Девять подходов результативных было. На десятом допустил ошибку. Ну, а у Чо предыдущий подход был два очка. И вот тут есть... Ну, неужели? Ай-яй-яй, биток прошел между шаром и бортом. Пятнадцатый ининг это был у корейского игрока. Но как же так? Правильно был пущен биток, но... Прошел он в эту довольно узкую щель. Как ни в чем не бывало, несмотря на ошибку в предыдущем подходе, Фредерик Каудрон начинает новую серию. Спасибо. 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 И тут есть попадание. Третья подряд. Двадцать девять, двадцать четыре, плюс пять у Каудрона. Это уже отрыв. Спасибо. Спасибо. И тут точно. Так что все-таки в финале Дзанетти и Каудрон, ну, Ясперс выбыл, конечно, но полной драматизма была борьба. И еще одно попадание. 31 на 24 уже такой просвет наметился основательный. Ну, а чего нужна серия? В первом подходе он блестящую серию провел 8 очков, а потом ничего подобного не было. Тут немножко помешало это касание с битком, и вот это немножко и не хватило. Вы заметили, конечно, там было касание повторное. И чуть-чуть отклонился биток. Не дают нам повтор. Нет, нет, не попал. Ну, и стоит набрать хоть какие-то очки к каудрону сейчас, разрыв будет еще большим. Совсем не точно. Желтый занял хорошую позицию. Спасибо. 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 Ничем не порадовал. Три пустых подхода. Так на 24 очках он и остается. Спасибо. Спасибо. А тут все четко. Спасибо. 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 Есть попадание. Да, ну, конечно, когда такое было начало Ну, даже не начало Вот 7 инингов 16-11 ведет Чо Ну Вот казалось, все пойдет на равных Но сейчас 17 ининг И все изменилось Круто Уже на 10 очков впереди Каудроун И, конечно, он такой перевес не упустит Все стало на свои места Так можно сказать 34-24 Ну и чтоб вернулась интрига Нужна Сирия 5-6 очков Хотя бы Начало положено Тут должно быть попадание Красный остался на неплохой позиции Ну, чуть бы подальше от борта отошел Было бы лучше И Чо решил Офт Красного играть Ну, два очка есть Ну, еще, еще Два Четыре Ой, молодец И точно в лоб попал Нет, не сдается Чо Так Четвертое очко Ну, 5-6 я просил И остается-то немного Спасибо за субтитры Чо Катрон Пункт Минус 6 Бороться можно Но слово-то за Каудроном Спасибо. Второе попадание. Нет. Решил не подпускать себе соперника. Каудрон вновь. Он увеличивает отрыв. Красный на хорошую позицию. Это подруга Каудрона. Геллфренд. И снова на красный. Вот третий борт. Наверное, четвертый будет. Нет, без четвертого. И так точно попал. И снова плюс 10. Обменялись подходами по 4 очка. И статус-ко восстановлено. Плюс 10 у Каудрона. Только затеплилась надежда. Учо. Внимательный был рефери. Сесе. Не зафиксировавший касание. Тут рядышком прошел. А здесь точно. И позиция благоприятная для проведения Сирии. Учитывая положение красного шара, в который и старается попасть. Чем? Вот диагональ. И попадание должно быть. Два. А здесь не точно. 30-38. 19-й ининг у Каудрона. 19 подходов уже провел Чоно, он первым начинал. 19-й ининг у Каудрона. 19-й ининг у Каудрона. 19-й ининг у Каудрона. 19-й ининг у Каудрона. и тут попал и красный сместился ближе к углу но поскольку как-то быстро идет матч режиссер передали мне что ну по окончании этого матча вот 43 очка уже мы в повторе дадим концовку первого полуфинала который был просто захватывающим если вы не знаете его результат лишний раз я не буду напоминать скажу одно что стоит его посмотреть вот здесь действительно дело идет к развязки потому что уже 44 очка у каудрона 30 я и хочу но вот я сомневался что он 30 наберет 30 набрал ровно но еще я думаю будет у него пару подходов если двухзначную серию не сделает каудрон сейчас но вот идет 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 нет мимо каудрон 44 очка и у нас пауза уже без пауз будет продолжаться от матч вот показатели 44 на 30 используем фредерико каудрона коэффициент 200 316 тысячных он идет даже на досрочное завершение матча меньше чем за 25 подходов но вот начинает успешно свой подход кореец как он радовался победе четверть финале прям не верил в это и столько эмоций было в общем-то ну скупованные эмоции человека они выражались не так уж бурно но было понятно как как он счастлив был это наверно был лучший момент в его спортивной карьере я так думаю судя по всем результатам выход в полуфинал столь престижного турнира тут может получиться все нет чё 2 по за последние три подхода 8 очков чё набрал но до этого было три пустых подхода главное что заиграл сильно каудрон можно вспомнить его великолепный отрезок матча когда в девяти подходах он неизменно набирал очки это раз но и за последних три подхода три четыре шесть 13 очков за три подхода набрал и как-то настолько вот ощутимо повеяло от его игры уверенностью ну Продолжение следует... 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 демонстрировать где-то упущено было все раньше он с 10 по 15 и не даже по 18 17 если уж точно говорить слабый отрезок провел чем 48 два очка остается каудрону набрать точно идет желтый шар 49 очков и вот удар на матч и он точен 50 на 36 но молодец чо молодец поборолся но а каудрон доказал все все-таки свой высокий класс таким образом воскресенье финале встретятся фредерик каудрон бирге и марко дзанетти италия два испытанных бойца и мы этот матч покажем в прямом эфире ну а сейчас мы в записи еще имеем возможность показать вам первый полуфинал его ключевые моменты вторую половину но встретимся завтра на финале с вами были режиссер передачи александр иванов комментатор владимир синица но вот и бонус использую получит фредерик каудрон бонуса использовать вырвалось у меня что ни одного даже таймаута не использовал каудрон это лишний раз говорит об его уверенности в себе проблем не возникало всего доброго смотрите финал потому что потом только через год будет у нас карамболь до встречи до встречи в эфире субтитры подогнал «Симон» и субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»